Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Стараюсь выразить то, что у меня сейчас встало комом, то, что закапсулировалось в некоторые ощущения, и чтобы не оставлять это в себе, я, конечно, могу об этом, мы все это делаем, рассказываем подругам, мужу, делимся своими впечатлениями, в том числе в блогах, но некоторой формой самовыражения является поэзия. А можешь ли сказать про вот это, ну, то, что ты тоже часто говоришь, про женский аспект в этой поэзии? Женская поэзия, конечно, меня немного напрягает, меня напрягает слово поэтесса, вот, ну, мы отомстили за поэтессу балеронами, вот, меня это напрягает, но что делать на самом деле? Так уж вышло, да, что мир поделен на мужчин и на женщин, и, в принципе, это нормально, у нас нет какого третьего варианта, есть, конечно, смешанные варианты, но, ладно, хорошо, есть, окей, есть поэзия, есть женская поэзия, ладно, да, раз уж так нашему патриархальному обществу удобно, ну, пусть будет так, я не собираюсь за эти факты воевать, и, ну, про женщин, просто, на самом деле, я живу в Алмате 8 лет, и вообще я в Казахстане живу уже довольно много времени, Собственно, с 12 лет я здесь выросла в России, и там, в принципе, то же самое, ситуация очень похожа, когда женщины из-за навязанных ролей им, обществом, они с самого детства, можно сказать, они наступают на горло своей песне, и вынуждены поддаваться внешним обстоятельствам, внешним условиям, таким, например, как замужество, меняет очень нашу жизнь, беременность, потом рождение первого ребенка, рождение второго ребенка, все на нас очень сильно отражается, и поэтому в этих условиях женщина всегда должна быть очень гибкая, и, в принципе, женщина всегда гибче, чем мужчины, да, вот психологически, и как-то, может быть, физически тоже есть такой факт, но именно поэтому очень важно найти в себе вот тот самый стержень, от которого мы иногда отказываемся в пользу внешних обстоятельств, и как раз-таки этот внутренний стержень, это и есть творческое начало, это очень важно для женщины. Я убедилась на своем опыте, потому что я могла бы сейчас в данное время быть просто некоторой стервой, которая делает эту ждачу на карьеру, да, и уже, ну, может быть, если бы у меня это было, я бы все-таки оставила свое агентство, да, и педалила бы его, и конкурировала бы с еще сотней агентств на рынке, либо я бы, может быть, уже вышла замуж не год назад, я не знаю, 18 или 22, я бы вышла замуж, и сейчас у меня, наверное, трое детишек было бы прекрасных, вот, ну, конечно, ни о каком агентстве. И либо я бы, наоборот, еще 18 лет решила, что нафиг мне это все, я поступила на журналиста, да, и приехала в Алма-Ату, и вообще училась на кинорежиссера, в конце концов. И, наверное, бы я сняла уже фильм какой-то, и, не знаю, доказывала бы всем в казахфильме, что казахское кино имеет место, курила бы траву с режиссерами, не знаю, ходила бы на сейшены замечательные, интересные. Ну, а в конце концов, мой опыт показал, что нужно делать и то, и другое, и третье. Вот, и, к сожалению, я вижу, сколько девушек, сколько женщин не верят в перспективы свои, они не верят в свой потенциал, о том, что на самом деле ты можешь быть не только красивой куколкой, вот у нас есть некий тоже такой стереотип, что вот если ты красива, да, ты ухаживаешь за собой, ты вкладываешь в себя, то ты пустышка, да, да. Ты при этом, да, можешь знать английский язык, ты при этом, да, можешь сделать, в принципе, неплохую карьеру, да, да, но не более, не более, а когда, допустим, снова же женщина, допустим, начинает петь или что-то еще, то сразу приедет, кто-то проплатил и так далее. Я просто хочу показать, что ребята есть другие, другие варианты, что можно быть всем. То, что ты еще вчера на встрече говорила, мне очень понравилось, про то, что ты, используя пиар технологий, хочешь перешагнуть этот поэтический барьер в 500 экземпляров. Ну, то есть я понимаю, что многие люди могут к этому отнестись как-то враждебно, что поэзия мы такое святое, да. Но я, например, лично считаю, что иной раз, ну, в пиаре даже больше искусство, чем та же поэзия. В смысле, создать какой-то скандал, это подчас очень творческий, я имею в виду точно. Скандал. Ты знаешь, я немножко хочу отступить. Дело в том, что я, если честно, я не специальна, но мои проекты, я нет, не специальна, но проекты, к которым отношусь лично я, то есть я разделяю совершенно четко. Есть мои личные проекты, есть проекты моих партнеров, где я сейчас, допустим, консультирую. Есть несколько компаний, где деятельность абсолютно ровно, классно происходит, да. Но есть некоторые проекты, корни у которых растут лично волнея. Это вот книга, это городской кафе-кафетерия, это вот Мур был до этого. И я не могу понять, почему, точнее, я не могла понять, почему все эти проекты на определенном моменте начинают трясти от скандала. Не знаю, какой-то бабах случается, и просто там куча набегает этих критик, критики, куча защитников, да, и они там между собой. А я бегу, так, все, спокойно, все нормально, спокойно. Вот, я думаю, что, видишь, я же пиар-специалист, и я понимаю, что скандал это не совсем верно для некоторых проектов. Иногда, но в конце концов, я, конечно, убеждалась, что если бы этого скандала не было, его стоило бы придумать, да, потому что он давал некий толчок, да, для обсуждения вообще. Вот, но что касается именно поэзии, то я, если честно, сознательно пошла на такой, на ужесточение правил игры, подачи, потому что казахстанская поэзия современная находится, на мой взгляд, на мой субъективный личный взгляд, на том переломном шаге, когда вот мы были, извините, в одном болоте, в хорошем смысле, да, я думаю, мы вот, это просто выражение такое, мы все сидели как бы в одном супе, валились в своем соку, и это нормально, да, мы сначала как-то были одиночными, и потом мы встретились, начали находить таких же, да, мы начали как-то общаться, собираться в школы, на литературные чтения, да, затем мы раз и увидели других, да, которые, ну, тоже немного отличаются от нас, затем мы начали пробовать, ну, вот, допустим, астанинских поэтов, еще кого-то, да, которые пишут верни, прям, которые больше вот именно к классическому стиху, кто-то хоку, да, то есть мы увидели, что внутри нас таких же есть, на самом деле, разные, потом мы начали применять разные инструменты, чтение публичное, чтение такие, продвижение такое, продвижение в интернете, мы начали применять разные инструменты, мы начали, затем мы начали все это вкладывать в систему, и сейчас как раз-таки, мне кажется, что шея, это такой, как бы, элемент этого процесса, тот проект, я буду говорить о проекте, хорошо, я все-таки не могу себя отрицать, да, свою профессиональную сторону, то есть именно проект, в котором я через, да, есть ошибки, есть палки в колесах, есть там какие-то недоработки, я не говорю, чтобы все идеально получилось, но я, я поэтому и захотела пройти этот путь сама, от составления подборки, через редактуру, корректуру, издание, да, оформление, заключение договоров с магазинами, интернет-продвижение, анонсирование, презентация, я все хочу через это сама пройти, чтобы понять и из применения случайных инструментов выстроить некоторую систему, которая покажет некий результат, какой он будет, удовлетворительный или не очень, это будет последствия того, как это все сработает. Вот ты вчера сказала, что 50 слов выкинула, 60 слов, да, из книги, да, из книги, да, из книги. Я слышала, ну, то есть, да, многие об этом говорят, сейчас есть такая идея, как умирание буквы, потому что текст становится короче, все лишние слова откидываются, как можно быстрее, чтобы доходила информация, ну, я не знаю, а ты как на это смотрю? Думаю, что актуально говорить о кризисе содержания, о том, что сейчас, когда снова же мы говорим о некоторых истинах и говорим, в принципе, правильные слова, ну, нет, оно уже не цепляет людей, оно не вызывает того отклика, который был раньше. Сейчас как раз-таки, а вот искренне, когда человек говорит искренне о себе, не о каких, а о субъективном говорить, не о каком-то якобы объективном биле, где вот поэзия бывает вот такая, 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 и материалы, вот такие, 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 а когда человек говорит о собственном опыте из того, что он увидел, из того, что он чувствует, да, вот это вызывает отклик, самый разный. Просто я говорю о кризисе содержания вообще, что очень мало людей, которые готовы говорить о своем субъективном, про, о своем, это не касается жимплалистики, между прочим, это касается именно творчества, да, а не говорить хорошие, красивые слова про истинное. То есть сейчас вот как-то не цепляет людей, нужно искать, вот как раз такие темы можно найти. Ну, ясно. А вот эти, ну, то есть то, что ты в твоих стихах, в основном вот эта женская тема разрабатывается. Ну, она на самом деле не только, это некоторый стереотип, наверное, которому я сейчас, может быть, не открыла с собой, да, но одни с собой. Мне кажется, это не столько стереотип, это часть брендинга, ты знаешь, да, на самом деле, когда, на самом деле, мы задумываемся в некоторые моменты, а вообще, что я делаю, а для чего я делаю. Я знаю, что я делаю хорошо, но это вот столько, да, я делаю хорошо буквально несколько вещей. Я выстраиваю системы, я, ну, блин, это все, я просто умею выстраивать системы, я не умею следить за глайнами, я не умею укладываться в сроки, но выстраивать систему я умею. Вот это все, что я умею делать. Но делать только это и только ради того, чтобы там зарабатывать деньги, да, я еще умею кратко формулировать, да, максимально, там, какие-то эмоции, вот это я еще умею делать. Но ты же всегда задумываешься, да, до чего, а до чего, а куда все это, да, а если, там, не дай бог, что-то физически со мной случится, останется ли что-то от меня вообще? В этом смысле ты уже начинаешь понимать, что, наверное, я могу быть полезной и женщина, и, исходя из своего опыта, физиологически я женщина, да, я прохожу через то же самое, что проходит, ну, большинство женщин. Взросление, какая-то специализация, замужество, какие-то личные. И в этом плане я себе, если говорить о рейтинге, я, может быть, себе не подсознательно прописала, что я своим примером могу вдохновлять, показывать, что снова я же вижу, я же много вижу девушек, которые мечутся, не могут обиделиться. Я говорю, что ты можешь удивиться, и ты можешь при этом быть разносторонней личностью. Ты можешь. Просто посмотри на меня, на других, у которых это получается. И в том числе я с помощью книги. Если говорить о рейтинге, то да, я вот немножко расширяю зону ответственности. Не только вот то, что у меня на самом деле получается физически, но что я могу дать больше и кому. Я не могу всем дать что-то. Да я почему-то спросила про литературу и про женскую тему. Думала, ты будешь там рассказать про Вирджинию, Волф или все моды БВА. Не, я думаю, что есть кому об этом рассказать. Я на самом деле... Но если говорить о том, что здесь только женская поэзия, нет. Нет. То есть, есть тут, конечно, типичный опыт для женщины. Это нормально. То есть, есть вот сравнение с беременностью. Там и маточные трубы. Ну вот, допустим, да. Ангелы... Да, давай как раз на том стихотворении закончим, да? Да. Вот, допустим, вот такое совершенно непривязанное к полу стихотворение. Короткое. Ангелы есть, ночь караулит полог, утром трубят благую весть, молоко, сметана, творог. То есть, кто написал? Мужчина, женщина. Ясно. Для кого написал? Ну, я желаю тебе удачи во всем. Спасибо большое. В реалии, в поэзии. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, что пришла. Удачи. Спасибо.